Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Про которые дано, что фиксированная n-ка первая Выпадает в барельская ноль То есть тут чуть-чуть более осязаемая, чем здесь Можно считать, что не абы какие-то точки А вот такие начальные n При этом вот этот сигнал Давайте ее так обозначим, чтобы от прочих отвечать Это барельская r-бесконечность Это для тех, кто помнит откуда-то Что счетное произведение прямых Это топологическое пространство Там можно ввести топологию произведения Ну можно метрику ввести И тогда если ввести метрику То появляются, ну или топологию Тогда появляются открытые множества И появляется барельская сигмалгевра То есть наименьшая содержащая все открытые множества Но так обстоит дело только для счетного множества Индексов t Когда у вас множество индексов t не счетно То конечно r в степени t это тоже топологическое пространство Там тоже можно ввести Тихоновскую топологию произведения Но только соответствующая барельская сигмалгебра Уже не будет совпадать с той, которая нас интересует Поэтому вот такое совпадение имеет место Только для счетных временных множеств А значит, ну вот тогда Значит, видите, получается тоже такой, так сказать, ход Который приводит к неосязаемым множествам Ну вот в этом пространстве Ну таком, ну оно поменьше как бы Уже не функции, а последовательности Оно как бы, так сказать, ближе к rn Оно, конечно, тоже отнюдь не объединение rn Это гораздо больше Но тем не менее, ну так чисто психологически Кажется, что это что-то проще, чем общее такое пространство функции Ну вот если взять, значит, такую сигмалгебру И ее признать, ну так сказать, осязаемой И, значит, конструктивной То тогда То тогда Множество Вот из этого Вот из этой сигмалгебры Ну давайте Это будут Пусть множества Ну да, пусть будут множества b Значит, вот из этой сигмалгебры Это вот какие множества Это Множество Таких иксов Что найдется Значит, какая-то Значит, счетная часть В пространстве Там параметров t И Значит, множество А Уже в пространстве Вот в этом счетном последовании Что? Вот это множество имеет Ну вот такой вот То есть, смотрите, что Значит, каков общий вид множества Значит, это множество определяется Неким счетным набором точек Так, вообще-то t не счетно Ну, например, характерный пример t отрезок или луч Так А множество Конкретное Ну, фиксированное вот это b Оно Сдается Только по значениям Функций В некой фиксированной последовательности Так И Ограничение должно быть такое Что Когда вы Берете эту последовательность Значений В этих фиксированных точках То вы должны Попадать В фиксированное Множество А Ну вот Из того класса Про который мы Договорились считать Что Оно Нам Как-то понятно И осязает Ну Да? По поводу предыдущего примера Где там Т равный момент Да Почему мы расслабим Только конечные Стои к садим Пригодные центры А Они какие-то еще Дисконечные подножки Нет, потому что Смотрите Вот это по определению Это цилиндры Цилиндры Это те, которые Именно конечным Сдаются Ограничениям Это цилиндры Но Какая беда цилиндров Они Не составляют Сигмал Значит Ну Тут Первичная доктрина Стоит в том Что Вероятностные меры Нужны на сигмал Так И вот Борьба идет за то Чтобы Ну Появилась Какая-то сигмал И Значит Смотрите Сигмал Алгебра Появляется Но она Конечно Появляется Ну Нельзя сказать Что уж Очень Каким-то Таким Наглядным Образом Потому что Ну Вот Ну Точно так же Как на прямой Вот Вы Можете себе Представить Кто такие Интервалы Кто такие Счетные Объединения Ну Так Через Негатив Можно представить Замкнутые Множество Значит Не Дополнение К открытым А все Борельевские Даже На прямой Себе Невозможно Представить Но Но Если Так Сказать Ну Такое Вот Мысленное Усилие Совершить И Убедить Себя Что мы Представляем Кто такие Борельевские Множество Ну Так же Как мы Убеждаем Себя Что мы Представляем Кто такие Числа Вещественные Вот В таком же так сказать, еще более сложные множества. Вот цилиндры, видите, они явно записаны, так, вроде как явная формула, но она, конечно, псевдоявная, потому что кто такой этот атом, так сказать, не знаем, вот если А очень простенькое, ну понятно, а если оно похитрее, то уже и не поймешь. А здесь следующий шаг, ну тут эти шаги, они как бы друг на друге, так сказать, вот вы на предыдущем этаже согласились, что ну да, это я представляю, и тогда следующий шаг, ну на это еще одну навешивает конструкцию. Вот поверили, что представляем, кто такие Борелевские множества пространства последовательности, так, и тогда говорим, ага, ну тогда мы понимаем, кто такие множества в функциональном пространстве. Каждая из них задается по ограничению на некое счетное множество. И какого сорта ограничения? Вот эта счетная уже последовательность должна угодить в фиксированную Борелевское множество, ну вот, с предыдущего этажа. Теперь смотрите, каким, значит, каким странным свойством обладают вот эти множества из вот этой сигмалгевры. Они обладают вот каким свойством. Для всякого, значит, множества Б отсюда есть счетное множество и такое, что если Х попадает в Б и И и И на ТИДы совпадает с Х, то И тоже попадает в Б. Видите, значит, для того, чтобы знать о принадлежности к множеству Б, надо знать только значения в точках ТИ. Значит, вот, ну, это, конечно, очевидно из этого описания, но это можно и без всякого описания понять, что это так. Вот в качестве упражнения, поймите, почему это так, не пользуясь этим описанием. А почему А, то конечные последовательности, то бесконечные, А это что? Ну, смотрите, А, это основание цилиндра было, когда он был цилиндром, да, но когда множество перестало быть цилиндром, но то А, это тоже некое такое его основание, ну, я специально стал той же буквой обозначать, потому что, смотрите, что здесь происходит, вот здесь какой цилиндр? Здесь цилиндр с конечномерным основанием А, так, ну, вот это А можно мыслить как основание, потому что, если у вас, ну, например, если у вас на плоскости все происходит, то цилиндр может, ну, цилиндр вот такой, значит, первая компонента попадает в интервал, так, вот это такой совсем наглядный цилиндр полоса, так, а вот этот, вот этот цилиндр, он такой, ну, чуть посложнее, он устроен примерно так, у вас множество А в РН, так, и над ним, над этим множеством вот такой вот цилиндр, так, а это еще одно усложнение, теперь у вас, смотрите, теперь это у вас тоже на самом деле некий цилиндр, но он уже не конечномерный, так, а он бесконечномерный, это какое-то множество в пространстве последовательности, так, но, а это множество тоже цилиндр, потому что, ну, кто такой цилиндр? Цилиндр это, ну, так сказать, некое множество и прибавленное к нему линейное подпространство. А вот здесь какое линейное подпространство? Как себе можно мыслить вот это множество? Это вот какое линейное подпространство. Это линейное подпространство функций, которые в этих точках зануляются. Значит, если вы берете точку из этого цилиндра и прибавляете к ней функцию, которая зануляется в этих точках, ну, то есть из этого линейного подпространства, то у вас новое остается в этом цилиндре. Вот это линейное подпространство, это как бы образующее этого цилиндра. На плоскости это образующее, это просто вторая ось. И вы вот это множество можете сдвигать, оно как бы инвариантно при сдвигах ну, вдоль этого подпространства, так? А здесь, когда цилиндр конечномерный, так? Когда цилиндр конечномерный, вот это, то образующее имеет корразмерность, это уже не гиперплоскость, как на плоскости, а у нее корразмерность R, так? И тоже такая же ситуация. Значит, у вас есть некое множество, и оно инвариантно при сдвигах относительно такого линейного подпространства. Но здесь ситуация похожая в том смысле, что это тоже, это тоже на самом деле цилиндр, но только у него основание стало бесконечно мерным. Видите? Значит, но точно так же это цилиндр инвариантный относительно сдвигав, ну вот на это образующую. А образующая состоит из функций, которые на всех всех этих точках зануляются. А значит, но, 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 но мы такие множества уже не называем цилиндрами. у нас цилиндр это зафиксировано вот для конечномерного основания. Вот. А, значит, чтобы не было путаницы, мы такие уже не называем цилиндрами, хотя они, ну, так сказать, с точки зрения алгебры, но они, в общем, такую же имеют структуру. Разница только в том, что у настоящих цилиндров конечномерные основания, а вот у этих таких обобщенных цилиндров у них уже бесконечномерные основания. Так. Значит, таким образом вот это, вот эти множества, вот эти множества из этой сигналгебры, вот они имеют такую структуру. Значит, зачем, ну, ну, а зачем они появились? Значит, они появились для того, чтобы стать областью определения, распределения вот этого случайного процесса. Вот, в прошлый раз мы говорили про конечномерные распределения, но теперь мы вводим бесконечномерные распределения. Значит, определение такое, значит, P кси распределения процесса процесса кси в пространстве траекторий R от T есть вероятностная мера на вот этой сигналгебре заданной формулы заданной формулы ну, такой, похожей на конечномерные распределения, но, так сказать, на самом деле несколько более хитрой. Значит, формула вот какая. вероятность того, что траектория попала в множество B, ну, вот из этой седьмой алгебры вот такого стертого вида, это есть вероятность тех омега, на которых траектория попадает вот в это множество. Ну, я напомню, траектория это вот такая вот функция. Она точки T сопоставляет значение процесса в момент T. Значит, для каждого омега, значит, для каждого омега появляется своя траектория. И вот, вероятность того, что траектория попала в множество траекторий и есть по определению вот эта мера множества B. Ну, можно если угодно, можно вот так коротко написать просто мера множества B. Ну, иначе говоря, это мера множества B. Это как раз мера таких X, которые попали в B. Вот так. Но тут, видите, уже никаких траекторий нет. Это множество пространств. К чему равна его мера? Она равна вероятности того, что траектория попала в это множество. Но теперь, конечно, надо объяснить, а почему эта вероятность определена? Вот это важно. Потому что у нас правая часть определяет левую левую. И поэтому, конечно, возникает вопрос, почему она определяет вероятность. Вот возникает вопрос, почему множество таких оминга, что траектория попала в B, почему это множество входит сигма-алгебру B, рукописная, на которой у нас же была первичная сигма-алгебра, в которой все началось, было вероятностное пространство, оминги, оминги вот эти пришли из какого-то неведомого нам вероятностного пространства. там была мера, была сигма-алгебра, и для того, чтобы какое-то множество оминга поимело вероятность, нужно, чтобы это множество попало в область определения, иначе с какой стати у него есть вероятность. Поэтому возникает такой вопрос. То есть, видите, это определение, оно как бы авансом дается, потому что нам еще надо оправдать, что то, что в нем написано, имеет смысл. Но давайте заметим, что это в самом деле так. Значит, в самом деле так. Почему в самом деле так? вот тут стандартный ход, как что-то доказывается про сигмалгебру. Поскольку сигмалгебр вещь неконструктивная и неосязаемая, то нет такого, что зафиксируем множество из сигмалгебра и будем про него чего-то доказывать. такого никогда не бывает. И стандартная технология такая. Обозначим через Е рукописное все такие В из этой сигмалгебры, для которых верно. есть такие цилиндры входят в этот класс. Потому что когда множество цилиндров, то множество таких омега, что Си Т1 от омега Си Т1 от омега попадает в А, это есть перемен сигмалгебры. Потому что потому что у нас эти величины, ну этот вектор, это случайный вектор компонента его случайной величины, это таково определение процесса. Значит этот вектор попадает в А для омегов из области определения. Поэтому цилиндры здесь лежат. Так что кое-кто уже попал. А мы хотим, чтобы все попали. Мы хотим, чтобы все попали, а у нас там пока цилиндры только. Поэтому следующее наблюдение, следующее наблюдение, как всегда в таких доказательствах, состоит в том, что сам этот класс это некая сигмалка. Значит, мы еще пока не знаем какая, но факт, что она сигмалка. Ну, почему? Ну, потому что счетные операции можно делать. Потому что можно делать счетные операции. А дополнения можно брать очевидным образом. Давайте посмотрим, почему можно брать дополнения. все б для которых верно. А что верно? А верно то, что множество омега таких траекторий, которые попадают в б лежит в этом б рукопейства. Вот это должно быть верно. Значит, для оправдания определения нужно, чтобы это было верно всегда. Мы пока заметили, что это верно для цилиндров. Но теперь вот пусть для B это так. А теперь смотрим дополнение. Смотрим выполнение. У нас раньше А был как-то B. А? С раньше у проектов B или это другое? Просто это B используется. Ну, сейчас. А, ну, здесь я просто устал писать для цилиндров. Ну, этот для цилиндров я просто хранил обозначение A. Ну, да. Ну, да. давайте, чтобы B был то же самое, давайте тут B напишем. Значит, смотрите. Значит, смотрим те омега, для которых траектории попадают в это множество B. Так? А, и смотрим на те омега, траектории, которых попадают дополнить. Ну, понятно, что это множество дополнительных друг к другу. Это есть дополнение этого. Поэтому, если это попало в сегмалку, то и это попало в сегмалку. Значит, с дополнением все окей. Значит, а что еще нужно проверять, чтобы была сегмалка? Нужно проверять, чтобы с четным объединением все было окей. Значит, смотрите, пусть BN-ные такие, что будет верно вот это. А мы теперь смотрим вот такое множество, что траектория попадает в объединение BN. Но когда траектория попадает в объединение BN? Ну, когда она попадает в одну из них. Поэтому это просто будет объединение BN таких множеств, для которых траектория попадает в BN. Но каждое из них было в сегмалкебре. Значит, счетное объединение тоже в сегмалкебре. Значит, таким образом вот этот класс множеств, для которых все окей, ну, а именно, что траектория попадает для ОМИК из множества исходных сигмалкебр. Значит, это и есть сигмалкебра, содержащая цилиндры. Так? Но раз это сигмалкебра, содержащая цилиндры, то она содержит наименьшую сигмалкебру, содержащую цилиндры. Так? Но она у нас по самому построению была ее частью. Поэтому получается, что вот эта сигмалкебра есть вся вот эта сигмалкебра в нашем пространстве и траектории. То есть, видите, мы в этом доказательстве не используем индивидуальные структуры этих новостей. значит, ну в каком-то смысле нам просто повезло, что оказалось, что интересующая нас вероятность она определена. Ну, вообще говоря, в прикладных задачах редко бывает так, что нужна вероятность чего-то и она не определена. Но бывает так, что нужно немножко помучиться, чтобы это проверить. таких вот случаев, что нужна вероятность чего-то и она вдруг не определена, но это надо специально придумывать. В приложениях я сомневаюсь, что это можно увидеть. Но, тем не менее, это же нельзя объявить, что это такой факт, что, допустим, ООН восстановила считать, что вот это всегда верно. Значит, поэтому это надо проверять. Ну, вот мы сейчас с вами проверили в нашем интересующем нас случае. Ну, и оказалось все окей. Значит, таким образом у нас появилась мера. Вот та мера, которую придумал Калмогорд. Ну, в таком общем виде. Значит, вот эту меру на пространстве траектории придумал Калмогорд. Сейчас мы обсудим сейчас мы обсудим зачем он ее придумал. Но пока что вот появилось смотрите, что появилось. Значит, с каждым случайным процессом появилась мера на пространстве всех-всех траекторий. Но давайте прежде чем обсуждать зачем она нужна, давайте я отмечу несколько нехороших свойств этой меры, с которыми нам дальше нужно будет бороться. Но пока еще мы недалеко ушли от нее, давайте я сразу эти свойства отмечу. Значит, вот смотрите, вот такой пример. Значит, пусть R это по-прежнему N, то есть опять мы говорим про пространство последовательности. И давайте в этом пространстве последовательности возьмем возьмем 3 множества первое множество это одна точка просто 0, 0, 0 значит одна точка это первое множество из одной точки состоит значит второе множество второе множество это множество ну пусть будет оно какое там M значит M это такие последовательности которые оцениваются единиц ну то есть просто произведение ну такая вот счетная степень отрезка минус 1, 1 значит все последовательности которые по модулю оцениваются и наконец третье множество ну пусть будет скажем N это не отрицательные последовательности потому что это те которые значит на всех компонентах имеют не отрицательные ну понятно что довольно удобные во многих задачах множество они понятно что могут возникать вот когда вы рассматриваете например распределение случайной последовательности то первое множество ну говорит что ну вот попадание в первое множество говорит что ну последовательность просто не меняется сплошь из нулей состоит да второе множество попадания в него о чем говорит что последовательность по модулю ограничены единицей случайных величин а третье это то что эта последовательность стоит из не отрицательных величин так что все разумные множества и они все они все они все барельевские они все входят вот в этом множестве ну почему а потому что смотрите каждая из них каждый из этих трех задается счетным числом ограничение то есть счетное пересечение в первом случае какое-то счетное пересечение это пересечение того что n координата равна 0 если пересечь все такие множества где n координата равна 0 то у вас получится вот эта точка поэтому это барельевское множество каждая каждая координата значит эта функция измеримая значит поэтому множество где фиксированная координата равна нулю это множество но она даже цилиндрическое множество да это получается счетное число пересечения цилиндров каждый цилиндр n-ый цилиндр это очень простой цилиндр xn равно нулю так но аналогично следующее это счетное пересечение цилиндров где xn по модулю меньше либо равно единице так и последнее это цилиндр где xn больше либо равна нуля так значит смотрите каждый из них очевидным образом есть счетное пересечение цилиндров но но они уже не цилиндры эти все они уже не цилиндры они счетное пересечение цилиндров но сигмалгивая выдерживает счетное пересечение значит они все в сигмалгивая но не так ну не так если t несчетное давайте посмотрим ну вот пусть пусть для упрощения дела ну и для наглядности пусть t отрезок нулей пусть пусть я значит отрезок 0 1 тогда смотрите ну опять берем одна точка это одна точка значит эта функция уже видите одна точка так ну вроде как ну суперское множество чего уж лучше чем ну лучше чем точка только пустое множество ну пустое входит сигмалу а точка уже нет она не входит она не входит сигмалу но это это очевидное записание потому что у нас вхождение сигмалгивую должно определяться по значениям на счетном множестве так а тождественное равенство нулю не задается по счетному множеству какое бы вы счетное множество не взяли а из-за того что ты не счетно обязательно найдутся точки которые на этом счетном множестве 0 а еще где-то не поэтому какое бы счетное множество вы не взяли нельзя ноль получить вот по ограничению на ню ну то же самое то же самое с двумя другими множествами значит множество траекторий которые по модулю всюду оцениваются единицы множество траекторий которые всюду не отрицательны они все не они все не вот в этой сигналу видите у нее есть и очевидный изъян она очень простые множества которые ну естественны для траекторий случайных процессов а она не не вмещается ну а почему такая забота об этих множествах ну вот представьте себе что у вас процесс был вообще дождественно нулевой у него вообще была изначально одна траектория а вот вы построили распределение функционально бесконечно верно функциональном пространстве так арина реально-то вроде мера должна сидеть на одной точке так а эта точка не попала в область определения меры так или у вас пусть у вас изначально процесс был не отрицательный но тогда тоже хотелось бы чтобы его распределение ну сидел на правильных траекториях точно не отрицательный а пац она не попадает она не попадает ну хорошо вы скажете а ну мало ли кто в сигма алгебру не попадает там же еще есть такая процедура пополнение меры значит но вот значит вот если вспомнить значит вот у вас был там очень курс теории меры там была такая процедура а ну потому что смотрите потому что множество всех множество и сигма алгебры задаются по значениям на каком-то счетном множестве но 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 быть дождественным нулем нельзя определить по счету как не доказывали мы это доказывали том что у нас даже явная формула была как 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 мы когда уговорились что нам понятны кто такие множества в р бесконечность барелевский то для этих множеств это из сигма алгебры было даже к явная формула значит а я даже еще привезу и без явной формулы можно в качестве упражнения легко проверить что эти множество как каждое каждое эти не все сразу а каждое каждое детерминировано по счетному множеству но своему для каждого множества есть свое счетное множество который его терминирует но для тождественной нулевой функции для тождественной ну не отрицательной функции так нельзя сделать в очередном уровне ну ну или и или вот в этом случае возьмем отрезок возьмем отрезок на отрезке есть еще помимо прочих функций есть еще непривные функции вот представим себе что у случайного процесса с самого начала были непривные траектории но тогда тоже хотелось бы что и ну чтобы его мера была на непривных территориях а то же самое множество непривных функций не попадает в эту сигма потому что непривности функции нельзя судить по счетному множеству а вот но теперь смотрите значит но 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 есть еще там в теории меры есть такая процедура когда у вас мера уже уже на сигма алгебре так уже задано на сигма алгебре счет на дитим на на 4 ну вроде все окей так сказать о чем но о чем еще даботиться но нет там еще есть дополнительный такой финт а что к этой сигма алгебре присоединяют подмножество множеств меры ну потому что может случиться что как не хороша сигма алгебра но бывают множество меры 0 которые в ее области определения не попали ну например вот классическая мера либерга на отрезке 0 1 она равна нулю на знаменитом кантеровском множестве кантеровское множество это такой компакт несчетный а среди подмножеств этого компакта несчетного есть обязательно не барелевские множества ну почему ну можно потом потому что можно доказать это правда не очень дешево но можно что барелевских множеств континуем на отрезке и поэтому чистое соображение мощности получается что среди подмножеств кантеровского этого компакта есть не барелевский поэтому если сначала мы так сказать были довольны тем что у нас классическая мера либерга на барелевских множествах то вот такая возникла неприятность хотелось бы считать что что не только у кантеровского множества меры 0 но и у его подмножеств а формальное определение не позволяет но вот это надстройка с пополнением эту проблему решает потому что вы к исходной сигма алгебре добавляете всевозможные подмножества множеств меры 0 и ну легко проверяется что это будет уже сигма алгебра и для нее такой неприятности уже нет вот это сигма алгебра называется пополнение но здесь эта процедура тоже не спасает вот давайте такой пример рассмотрим пример пусть процесс рождественно равен нулзу так тогда то его распределение тогда его распределение есть мера и рака в точке 0 на вот этой сигма алгебра значит как как определяется мера и рака ну мера и рака на каком угодно определяется пространстве это одна из лучших так сказать мер значит она определяется так мера множество единица если это множество содержит эту точку и 0 если не содержит вот она так чудно определяется а но вы скажете ну а кто нам мешает столь замечательную меру определить вообще на всех множествах кто-то кто нас заставляет ее рассматривать вот на этой сигма так ее же можно вообще на каких угодно множествах определить невзирая на то но таков уговор таков уговор у нас же общая конструкция дает меру на сигма алгебре с какой стати для дирака нужно делать исключение ну хоть он и нобелевский лауреак но тем не менее значит тут все равны значит меры и его мера тоже задано на вот этой сигма ну ну вы скажете ну хорошо значит значит раз его выстроили в общую очередь ну вот он отстоял значит и говорит а давайте теперь сделаем пополнение этой меры значит берем берем либековская либековское пополнение вот этой меры дирака вот этой сигма алгебра но а увы увы оно тоже не делает точку x0 измеримы кстати смотрите почему 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 . . вот это ну x0 вот это одна . почему она почему даже либек ей не помог казалось либек такая уж мощная вещь всему поможет но нет здесь даже и либек не в силах помочь значит смотрите что значит что x0 попала бы в либековское пополнение иначе было бы так . вот это x0 было бы вот что множество множество b из сигма алгебры и нечто нечто из множества меры ну вот таков общий вид того что дает пример так значит он он прибавляет к множествам исходной сигма алгебры ну чьи это под множество меры ну а но 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 у нас прибавлять но но спрашивается к чему прибавлять прибавлять можно только пустому потому что в этой точке больше ничего нет она одна . значит кто кто в ней есть из сигма алгебры в ней только пустое она она сама не из сигма алгебры как мы видели так значит меньше ее только пустое значит поэтому получается что мера что точка лежит в множестве меры ну но это неверно давайте посмотрим давайте посмотрим почему почему же неверно что . лежит в множестве меры ну давайте посмотрим что 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 нету как один а ну сейчас у кого мера это точка неизмерима мы не можем сказать какая но 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 действительно значит смотрите а это значит что существует это значит что существует такое множество что его мера но это несовместимо потому что у нас потому что у нас потому что у нас на всяком множестве из сигма алгебры нашей вот этой законы содержащий x0 единица будет а не ну да а при выполнении вместе с множеством меры ну попадают в их выполнение ну конечно ну да ну тогда все кроме точки x0 ее не будет содержать ну да ну да дополнение к этому x0 то есть x0 тоже попадет или нет нет ну погодите а с какой стати дополнение к точке x0 попадет нет ну мы возьмем дополнение к точке x0 у него мера 0 нет 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 погодите у него какая такая мера у него 0 но 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 герак тут у нас определен только на множество из этой нашей странной сигма алгебры а если бы мы могли мерить это по формуле герака для всех множеств тогда бы не было проблемы ну тогда в точке x0 мы самой сразу единицу переписали а но у нас тут смотрите какая какая заговыка мы вот этой формулой ну банальной формулы для дираковской меры мы приписываем меры только множеством из сигма алгебры потому что на распределение процесса у нас задана только для множестве вот из этой специфической сигма алга а то что для дирака можно как-то продолжить это личная проблема дирака а это не для всех мер так можно сделать так ну вот дирак действительно такой молодец он придумал такую меру которая на всех множествах но так бывает крайне редко так и поэтому по значит общий закон не Он такой, что все эти меры рассматриваются не там, где они могут рассматриваться, а на вот этой сигма-алгебре, которая от мер не зависит. Обратите внимание, вот эта сигма-алгебра в пространстве траектории, она ни от каких мер не зависит. А это общая область определения всех распределений случайных процессов. А и то, что у какого-то процесса распределения можно каким-то странным образом еще куда-то продолжить, это уже, так сказать, ну, это какие-то, в общем, левые предприятия. А вообще-то по закону все определены вот на этой сигма-алгебре, порожденной цилиндрой. Поэтому, когда мы измеряем внешнюю меру, ну, как полагается там по этой доктрине левевевской, у вас есть мера на сигма-алгебре, из нее изготавливается внешняя мера, так. Но при изготовлении внешней меры используются не абы какие-то множества, а именно из исходной сигма-алгебры. Поэтому, когда мы накрываем точку, значит, вот мы хотим померить внешнюю меру точки 0, значит, мы ее должны накрывать только множествами из сигма-алгебры. И как только мы ее накрыли множеством из сигма-алгебры, у него мера единица, так. Значит, у этой точки внешняя мера, ну, тоже единица, так, ну, а вовсе не 0. Понятно, поэтому раз у нее внешняя мера единица, то ее нельзя вот так записать. Вот так ее нельзя написать. Значит, из этого следует, что эта точка не входит в Лебеговское расширение меры Герака относительно, ну, вот на этой сигма-алгебры. Значит, ну, аналогичная, совершенно аналогичная ситуация с множеством... Ну, сейчас мы не будем это разбирать, это пример вот самый простой, но похожая ситуация со множествами неотрицательных функций, так. Со множествами непрерывных функций. То есть, получается, что в эту сигма-алгебру не попадают многие хорошие множества. Ну, а зачем она нужна, эта сигма-алгебра? Значит, зачем она нужна? Значит, она нужна, чтобы изготавливать случайные процессы, если их не было. Значит, вот конструкция Калмагорова. Значит, пусть дана мера, мю, вероятностная мера, на вот этом пространстве-троектуре. Буду цилить сигма-алгебра, так. Значит, из нее строим процесс. Значит, она порождает... Процесс. Значит, смотрите, какой процесс она порождает. Значит, берем в качестве омега как раз просто траектории, так. То есть, пространство вероятностное, вот оно и есть. А кси-т от омега, это просто омега в момент времени-т. Видите? Значит, смотрите, кто... Значит, смотрите, не было никакого вероятностного пространства омега. А была, ну, мера, она, конечно, вероятностная, но никакого омега пока не было. А мы говорим, ну, давайте тот, кто был, он и станет омега. Но теперь нам нужны кси-т от омега. Ну, мы замечаем, ну и классно, омега же можно смотреть в точке Т. Вот это и будет кси-т омега. Кто такой кси-т омега? Это функция двух аргументов, омега и Т. Ну вот, пожалуйста, вот мы устроили. Эта функция двух аргументов. Ну, железно так. Омега из пространства траекторий, Т из множества Т. Омега имеет значение в Т? Имеет. У нас же траектория это всюду определенные функции, так что все окей. Так, значит, смотрите, вот мы изготовили, не имея никакого омега и никакого процесса, мы из вероятностной меры на пространстве траектории изготовили процесс. Так. Но теперь спрашивается, а эти две процедуры, они состыкуются? Так. А значит, если процесс был, ну, процесс был, ну, на каком-то омега? Значит, на каком-то омега. Значит, мы изготовили, ну, взяли, взяли меру мюн, его распределение на пространстве траектории, так? И изготовили процесс, ну, вот этот, это от омега. Вот этот, который Нолмогоров предложил. Значит, смотрите, значит, был процесс, по нему изготовили меру на пространстве траектории, так? Потом притворились, что процесса не было, и из этой меры устроили новый процесс, так? Значит, ну, давайте, чтобы тут омеги не путать, давайте я эти омеги через х и удалю назначать. Вот так делаю. Так? Появился новый процесс. Ну, можно ли сравнить эти два процесса? Значит, ну, у них Т общее, но омеги у них разные, так? У исходного было какое-то неведомое омега, абстрактное, так? А у Калмогоровского процесса омегой стало пространство траектории. Поэтому их нельзя сравнить, их нельзя сравнить вот в том виде, как мы говорили, что один процесс – это модификация другого процесса. Вот что мы называем модификацией процесса? Мы называем процесс с теми же омегой и Т, так? Чтобы говорить про модификации, нужно, чтобы у них омега было одно и то же. Ну, и Т одно и то же. У нас здесь пока только Т одно и то же, а омеги разные. Поэтому их нельзя сравнить в духе вот этих модификаций, так? Но у них можно сравнить конечномерное распределение, так? А значит, у этих двух процессов равны конечномерное распределение. Ну, это вытекает просто из определения меры, из конструкции Калмогорова, из определения, распределения процесса. Давайте у нового, у Калмогоровского процесса, так? Давайте посмотрим распределение. Конечномерное распределение, заданное n точкой. Значит, на чем оно должно быть? Оно должно быть на баррелевском множестве в РН. Так определено. А чему оно равно? Ну, это вероятность того, что выборка вот этой траектории попала в вероятность тех траекторий Х, что выборка вот такая попала в множество А. А, ну, теперь вспоминаем, значит, что это такое? Значит, что это такое? Ну, это как раз и есть распределение, ну, это как раз и есть распределение для исходного процесса. Потому что как мера строилась у нас? Ну, вот это ровно и есть определение нашей меры. Значит, вот это и есть. Значит, как мы задавали меру пространстве и траектории? Ну, вот мы ее взяли, ну, вот я тут даже нехорошо написал. Давай я уберу ПР. Ну, вот так. Ну, это же была наша мера. Совета Калмогорова построил. Ну, и оказалось, что, значит, оказалось, что все, в конце концов, сходится действительно. Значит, вот смотрите, что получилось. Что если, значит, был процесс, так, значит, на каком-то омике, по нему изготовили меру на пространстве траекторий, так, а из этой меры по рецепту Калмогорова устроили новый процесс, то сравнить их на омиках нельзя, у них по-разному. Но сравнить можно конечномерное распределение. И они совпали. Поэтому, значит, эта конструкция, она, так сказать, не расходится. Но теперь возникает вопрос, теперь возникает вопрос, а как по конечномерным распределениям судить? Значит, вот такой вопрос возникает. Значит, как судить? Значит, как по конечномерным ну, как по заданным конечномерным распределениям? Ну, потому что у нас конечномерные распределения строились по исходному процессу. Нет, нет, посмотрите, как мы по исходному процессу строим меру на функциональном пространстве. А мы строим ну, через их конечномерное распределение. Мы задаем меру цилиндра, мы задаем меру цилиндра, так? Через конечномерное распределение, так? Какая природа в этом? Все эти что-то? Ну, как? Это мы фиксируем точки Т1, ТН. Ну, нет, ну, никакой особой природы нет. Конечномерные распределения получаются, когда вы фиксируете n точек, ну, разных. Ну, да, ну, конечно, но это всегда Т1, ТН это всегда фиксированные точки. А кси 1? Ну, как? А у нас же был процесс изначально кси Т атомика, но мы в качестве когда Т подставляем какие-то конкретные получаются случайные величины. А, понял. Когда мы в n моментах подставили, получился случайный вектор. Вот распределение этого случайного вектора это и есть ну, значит, конечномерное распределение. И за что ответственен этот случайный вектор? Этот случайный вектор меряет множество ВРН. Так. Ну, мы из множества ВРН изготавливаем цилиндр в функциональном пространстве с основанием этого множества. И получается так, что мера цилиндра в пространстве траектории с основанием А конечномерная это и есть конечномерная проекция на этом множестве А. Значит, проекции они не на функциональном пространстве. Проекции они на РН. Так. и и и и вот так сказать они стыкуются через цилиндры проекция меряет основания цилиндра так и дает меру цилиндра цилиндр меряется через его основа доктрина такая значит смотрите значит вот пусть заданы конечно мерное распределение как считать где был написан 10 сидя ну да ну нет нет но смотрите у нас в конструкции калмаморова омега мы объявили траектории ну омега это функция функцию функцию же можно мерить вот тут как раз написано видите тут эти траектории обозначаются не омегами а и х ну как мы в траекторию подставляем ее значение в момент получается вот получается это измерение значит смотрите значит пусть есть пусть есть конечно мерное распределение когда есть мера когда есть мера вероятностная мера конечно для которой вероятностная мера а пс для которой вот эти будут проекции проекции значит смотрите пусть на на всевозможных и рэнах ну и при всевозможных точках варьируем точки ну мы в прошлый раз обсуждали что достаточно варьировать разные точки для которой найдется мера такая а значит вот значит теорема колмогорова которая дает очень простой ответ теорема колмогорова тогда и только тогда тогда выполнены условия согласованности ну в прошлый раз я эти условия выписывал давайте напомню что 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 за условия согласованности значит если сигма перестановка перестановка а 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 то должно быть Значит, должно быть равно Поэтому, или иначе говоря, если вы переставили индексы То вот эта мера с переставленными индексами Должна быть образом вот этой меры Ну, при соответствующем преобразовании координат Какой общий может преобразовании выполняться? Ну, сейчас придумаем, когда не выполняется Значит, и второе Если t, i1, t, i, k лежат t1, t, n То проекция Проекция t1 на пепка При отображении соответствующих Когда вы вычеркиваете все отсутствующие Есть p, t, i1, t, i, k Ну, понятно, что эти условия необходимы Потому что, если такая мера есть, то, очевидно, они должны выполняться Не очевидно, почему выполнение таких условий Почему вот эти два условия достаточно Вот это не очевидно Но, значит, я доказательства не буду рассказывать Ну, и у вас в экзамене его тоже нет Только формулировка Но мы обсудим план доказательств В общем, как бы доказательства будет упрятано в несколько задач Доказательства довольно поучительные на самом деле Но технически не очень простое Ну, с Колмогоровым всегда так У него формулировки короткие А доказательства тоже не очень длинные Но только вот пойди и придумай Вообще, Колмогоров считал, что не может быть длинных доказательств Он говорил, что вот человеческий мозг не может вместить текст Более чем, ну, такой математический текст с доказательствами Более чем на пять страниц И поэтому не верил в доказательства, которые занимают больше Ну, его, все самые его выдающиеся теоремы Они действительно укладываются в этот диапазон Но укладываются в каком смысле? Ну, это, ну, вот даже чтобы понять эти доказательства Уже написано, это, ну, нужно усилие Например, первый свой результат Колмогоров получил еще студентом И решил, ну, выдающуюся открытую проблему Был вопрос о том Сходятся ли ряд фурье для интегрируемой функции И Колмогоров соорудил такую интегрируемую функцию на отрезке Студентом, будучи студентом Значит, соорудил такую интегрируемую функцию на отрезке Что у нее ряд фурье расходится всю А эта заметка Колмогорова Она действительно занимала около пяти страниц И была опубликована в докладах Французской Академии Наук И вот с этой заметкой Колмогоров сразу таким, ну, красмейстером вошел в интиматику Значит, у нас будет несколько его теорем Они все доказываются меньше, чем на пять страниц Но ни про одну из них нельзя сказать, что она просто доказывается Вот сейчас мы обсудим вот это доказательство Ну, кратко обсудим Значит, детали будут запрятаны в задаче Значит, теперь давайте посмотрим, почему Ну, почему эти условия не всегда выполняются Значит, давайте придумаем какие-нибудь примеры Когда эти условия не выполняются Ну, примеры могут начаться с очень банальных Так, примеры могут начаться с очень банальных Но действительно, вот представьте себе, что вы задали меры вот такую и такую Так, ну, на плоскости, да Значит, вы такую задали и такую на плоскости Что требует Колмогоров? Он требует, чтобы эта мера получалась из этой Ну, отражением, ну, заменой координат x на y Так, значит, поэтому эта мера должна получаться из этой Ну, симметрии, так Ну, пожалуйста, ну, возьмите какую-нибудь меру Эту, а эту специально сделайте так, чтобы она была, ну, совсем другая Так, ну, вот будет нарушено условие симметрии Так, поэтому это довольно, так сказать, очевидно, что так не всегда бывает Ну, с проекциями то же самое Значит, смотрите, что требует Колмогоров? Что у вас была мера на плоскости, так И мера на прямой, так И Колмогоров требует, чтобы, когда вы спроектировали вот эту меру на первую координатную прямую, чтобы у вас получилось вот это Так, ну, пожалуйста, вы тоже легко можете испортить Взять какую-то тут такую меру, а тут взять точно не проекцию, так что-то другое Так что это легко может не выполниться Но упражнение, вот теперь не банальное упражнение Вот теперь не банальное упражнение Значит, смотрите Значит, давайте вот что я вам скажу Если t лежит в r То можно Можно задавать Только Значит, для таких наборов Которые Презачи Вообще у нас время t Оно хоть и называется временем, но оно не упорядочено Но есть важные случаи, когда оно упорядочено Ну, когда это все в f Тогда достаточно Вместо того, чтобы при всевозможных наборах задавать Достаточно сдавать для упорядочения Так Тогда отпадает Тогда первое Условие Отпадает Никаких Никаких перестановок уже тогда нет Но Но второе Но второе Про проекции Надо требовать Для всех А не только А не только для t1 t1-1 То есть Смотрите Ну, на самом деле Требовать для всех Достаточно Достаточно для всех t1-1 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 Но Но Не только Вот это Вот это То есть смотрите Когда вы Проектируете достаточно вычеркивать ну какую-то одну из этих но не только последний не только пример распределений ну вот ну вот с тремя точками ну ну значит ну трехточечное распределение и двухточечные значит такое такое что нет согласования но для p12 есть ну то есть иначе говоря если вы начали вот этот в r3 и должно быть в этом примере так что когда вы спроектировали на плоскость первых двух переменных все окей получилось получилось то что ну а а когда вы спроектировали когда вы спроектировали на 21 ты уже не так понятно то есть значит смысл такой когда у вас когда у вас точки не упорядочен когда у вас точки не упорядочен а достаточно ну последнюю исключать достаточно исключать последнюю а почему потому что там еще останутся перестановки ну и понятно когда вы можете исключать одно то значит ну как угодно можете исключать и Тогда вы можете из согласования, кроме одной, постепенно проекциями дойти до согласования с вычетом большего числа. Но если у вас только для упорядоченных наборов, то так сделать не удастся, потому что нет перестановок. И тогда приходится требовать про проекции условия, приходится требовать в более техническом виде не только последнюю вычеркивать, а еще нужно какую угодно уметь промежуточную вычеркивать, так чтобы получилось согласованно. Ну это дело вкуса, считать какие у вас удобнее, что для упорядоченных наборов времени заданных или для неупорядоченных, надо только понимать, что технически это не совсем одно и то. Так, ну и теперь в заключении. Так, у нас, кажется, еще 5 минут есть, да? Вот как тут по здешним правилам хватит? Значит, сколько у нас? Сколько? 6? 4, да. Этого должно хватить на идеи и догадательства Толмогорова. Значит, идеи и догадательства. Ну или план, план, доказательства. Значит, план доказательства. Значит, условие дает аддитивную меру П на алгибрицелин. Значит, зачем нужно условие? Условие нужно для того, чтобы корректно на цилиндрах задать. Ну почему возникает вопрос о корректности на цилиндрах? Ну потому что один и тот же цилиндр имеет разные представления. Вы можете добавить точку, так, какую угодно, фиктивную точку добавить, а множество умножить на R. И у вас получится, что точка добавилась, а ограничения никакого по ней нет. Ну, то есть, иначе говоря, цилиндр можно умножить еще на одну прямую, но он все будет цилиндр. А, значит, вот чтобы для этих разных представлений значение было одно и то же, вот как раз и нужно согласование. Потому что согласование заменит, ага, что это есть проекция, ну и, так сказать, тогда оно скажет, что все окей. Но кроме того, даже когда у вас ничего не умножается, вы один и тот же цилиндр, вы можете точки переставить и цилиндр сам соответствующим образом переставить. Множество останется одно и то же, а запись будет другая. И нужно, чтобы от этого не зависело. Вот у стультиаремы Каламакурова как раз и говорит, что все будет такие, что корректно задано на цилиндрах, значит, аддитивная мера. А почему можно будет это, ну и то же, его должен быть требовать? Нет, ну естественно, ну и, ну разумеется, это множество, а, конечно, тогда тоже надо будет переставить. Если вы координаты как-то перетасовали, то множество во что перейдет? Ну, в свой образ при линейном операторе перетасовки этих координат. Вот условия теоремы Каламакурова заботятся только об этом. И удивительным образом оказывается, что этого достаточно. Значит, смотрите, а в чем проблема? Значит, почему, значит, вопрос, почему она счетно-абитимна? Почему она счетно-абитимна? Вот такой вопрос. Ведь на алгебрах бывают аддитивные, но не счетно-аддитивные меры, да? А почему это счетно-абитимна? А вот это как раз вещь не очень банальная, это вещь, которую Каламакуров пробил. И давайте я в виде задач, значит, в виде трех задач напишу, как это делается. Значит, первая задача, значит, компактный класс МОТОСТВ. Компактный класс К. Это вот какой класс МОТОСТВ. Если КН лежат в этом классе и их пересечения пустов, то существует Н такое, что конечные пересечения пустов. То есть это определение, а задача, значит, доказать, что класс КОМПАКТНЫЙ. КОМПАКТНЫЙ. Тут, видите, никакой топологии нет, но если вдруг в качестве этого класса взяли реальные компакты, ну, на прямой там, в общем, всюду, где вы знаете, кто такие компакты, то это будет компактный класс. Значит, это первая задача. Но она довольно простая. Значит, вторая задача. Класс цилиндров вида СТК, где КОМПАКТНЫЙ. Компактный. Значит, это вторая задача. И, наконец, третья, ну, зачем все это нам нужно, это для того, что эти компакты давали счетную одетику. Третья и последняя задача, которая, ну, собственно, и решает теорему Коломогорова. Значит, если А0 полуалгебра, ну, что такое полуалгебра? А полуалгебра, это почти что алгебра, но в которой нет дополнения, но вместо дополнения такая штука. Дополнение от одного множества до другого, есть конечное объединение множества отсюда. Вот в алгебре можно, так сказать, не обинуясь брать дополнение, а тут вот вместо дополнения получается конечное объединение. Полуалгебра и К, значит, компактный класс, и на этой полуалгебре аддитивная мера, заданная неотрицательная, причем для всякого А из полуалгебры, значение на этом А считается по вписанным вот этим множеством из компактного класса, то тогда из этого следует, что П счетно-аддитивна. Ну, а раз она счетно-аддитивна, то продолжается, там по вот этим наукам, по этой вот науке из букваря, значит, продолжается до счетно-аддитивной меры на порожденный сигмал. Значит, смотрите, если эти задачи проделать, то случай Коломогорова это вот какой. А А0 это полуалгебра цилиндров, вот такого вот вида, как я написал, но только с какими угодно основаниями. Компактный класс это специфические цилиндры, у которых основание компактно. Ну и очевидно, что вот это условие выполнено, потому что у нас проекция это мера на РН, а на РН это известный факт, что Боррелевская мера изнутри, ну какая угодно Боррелевская мера изнутри компактна. Это известный факт. Поэтому вот так можно разделаться с этой теоремой, но нужно решить эти три задачи. Значит, они, каждая в отдельности несложная, но все вместе, ну получается нечто. А Коломогоров делал вот так, но не называя, так сказать, вещи своими именами, а потом, когда люди стали разбирать, что он сделал, ну вот придумали всякие такие названия, разложили это по полочкам, у Коломогорова это все вместе спрессовано в одно. А вот, значит, когда стали разбираться, что именно он сделал, ну вот такие, так сказать, шаги выявились. И когда эти шаги выявлены, это уже не требуется Коломогоров, чтобы их повторить. Ну вот мы можем сами повторить. Так, вот это полезно сделать. Значит, ну вот на этом давайте сейчас пока загончим.